Сегодня к нам в гости пришли люди страстные и хорошо танцующие. 29 марта с программой Сивилла «Четыре ночи» в Доме ученых Саран выступят известные танцоры. Хуан Диего Фернандес и Алина Гумерова – это артисты фламенко, широко известные не только в Испании, но и по всему миру. Те немногие, кто бережно хранит и передает самобытность старинного чистого фламенко. Итак, будем говорить сегодня с вами о танцах вместе с Алиной и Хуаном Диего. Потому что, как выяснили, нет отчества, Хуан Диего – это имя, фамилия. И сразу, нет, не фамилия, а имя. Ну что ж, давайте прежде всего начнем мы с повода. Повод чудесный, вы выступаете в Доме ученых Саран, по-моему, 29 числа, если я не ошибаюсь. Что вы там будете делать? Петь? Танцевать? Мы конкретно будем танцевать. Но на самом деле еще приедут наши друзья из Испании, очень хорошие артисты. Это гитарист Педро Санчес и певец Хисус Корбачо. Алина, надо отметить, что вы танцуете вместе с Хуаном Диего. А как случилось так, что вы друг друга нашли? Потому что я так понимаю, что вы из Новосибирска, Хуан Диего не из Новосибирска, иначе бы его так не звали. Как же так случилось, что вы встретились, когда это было, и почему решили как творческий союз состояться? Ну, на самом деле, это было не так давно. Прошло всего, наверное, полтора-два года, как мы знакомы. Мы познакомились совершенно случайно. Я уже давно занимаюсь фламенко, и каждое лето провожу в Испании. Уже давно учусь, у меня там много друзей. Вы там отдыхаете или просто? Нет, я там учусь. Я, к сожалению или к счастью, никогда там не отдыхала, как турист. И с Хуан Диего, на самом деле, мы знакомились в Сибири. Совершенно случайно моя подруга пригласила его к нам с мастер-классами, и мы с ним познакомились. И как-то так у нас сложилось, что наше творчество пошло вместе. Мы с ним в прошлом году тоже делали один совместный концерт с испанскими, с нашими тоже артистами, друзьями. И в этом году решили его повторить. Теперь хочется услышать мнение Хуана Диего, потому что у девочек, опять же, свое мнение насчет того, как мы познакомились, как начали танцевать вместе. А у вас свой взгляд. Вы сразу же разглядели в Алине профессионала и почему ее как партнершу выбрали. Я как профессионала, и почему вы хотите танцевать с мной? Ой, это немного странно для меня, на самом деле. Да, потому что я пришел сюда, потому что я пригласил меня к нам сделать один курс здесь, мастер-класс. И я, на самом деле, делал небольшой гастрольный тур по России. И уровень, который был в этой школе в Новосибирске, был гораздо выше, чем во всех остальных местах, где я видел. И поэтому я обратила на них внимание. Но не только на них, на нее, наверное, скорее всего. Но и на девочек, а Ами. Ами. Ты обратила на меня внимание или нет, один из спрашивающихся? Конечно, конечно. Об этом я и говорю. Но все-таки вы-то раньше как один танцевали, да? В одиночку, что называется. А тут, Бат, решили взять себе девчонку еще. Пару, да? А почему? Потому что в этом суть фламенко, что должны танцевать и женщины, и мужчины. Или потому что вам просто Арина понравилась и захотелось вместе выступать? Арина, если ты хочешь байла колью. Это у меня есть две вещи. В самом деле это обе вещи. В фламенко всегда всегда танцуются сольно, но также можно делать и дуэт. И я, конечно, всю жизнь танцую один. Но сейчас с ней, на самом деле, не знаю, мне очень удобно с ней танцевать. Она очень хорошо танцует. И нас entendemos очень хорошо. Мы очень хорошо друг друга понимаем. Это очень забавно наблюдать, когда человек про себя же говорит, да? Очень замечательно. Алина, скажите, а все-таки как это отличается? Та подача фламенко новосибирской школы, да? То есть вашей. И то, как танцует Хуан Диего. Все равно же вы, когда танцуете в паре, чем-то вы отличаетесь. У вас разные все равно... Ладно, вы живете в разных странах, да? Так вы же еще по характеру разные. У вас школы разные. Как вы вместе находите общий язык? Ну, на самом деле, школы у нас почти одинаковые. Потому что мы, по сути, как оказалось, потом уже учились и учимся у одних и тех же людей. Сейчас уже Хуан Диего тоже стал моим преподавателем и коллегой. Но раньше, как бы, то есть есть другие поколения, которые начали раньше нас изучать фламенко и все это в Испании. И как оказалось потом, что у меня были те же преподаватели, что и у него. Вот. И на самом деле, конечно, безусловно, фламенко в России очень сильно отличается от фламенко в Испании. Но, ну, я не знаю, к счастью или к сожалению, как бы, вот мне нравится именно подача в Испании. Я изучаю и работаю только с испанцами. И благодаря этому у нас нет никаких расхождений абсолютно, как бы, ни по характеру, ни в понимании фламенко. Мы, как бы, понимаем друг друга вообще с полувзгляда. Слушайте. У нас, как бы, не возникают такие проблемы. Ну, о том, как понять друг друга с полувзгляда, мы чуть позже поговорим. Прямо сейчас прервемся на небольшой блок новостей и снова возвратимся в нашу студию. Хуэн Диего Фернандо с самого детства обучался искусству танца фламенко у известнейших мастеров Испании. Он выступает в лучших табла у Севилии, участвует в качестве приглашенного артиста в крупнейших театральных постановках фламенко, а также гастролирует по всему миру с известнейшими исполнителями этого искусства. Алина Гумерова является основателем новосибирской школы испанского танца «Фламенко Пуру», а также организатором многочисленных проектов «Фламенко» в Новосибирске и других городах России. Пока вы смотрели новости, мы тут изучали фламенко, ну, по крайней мере, старались очень сильно. Не у всех получается, это я про себя сейчас говорю, а у ребят очень классно получается. Алин, спросите, пожалуйста, у Хуана Диего, помогите мне спросить, по крайней мере, когда, во сколько лет вы начали заниматься фламенко? Когда-то с апсамбольна. Или, возможно, в Испании все, вот с самого раннего детства, как мы в садике учим, там, не знаю, танец утят, они учат фламенко, маленькие дети вот эти. Нет, безумно, в Испании не танцуются так, как фламенко. Жаль. Конечно, всегда немножко родителям нравится отправить на какое-то занятие по танцу и изучить культуру какой-то своей страны, но... Это не серьезно, как бы, не всерьез они занимаются. А вы во сколько начали, во сколько пошли учиться фламенко? И почему я на фламенко? Потому что я фламенко. Почему не танго, например? Потому что танго... Ну, на самом деле, это очень просто. Я начал танцевать, это 4 года мне было. И это было очень симпатично, потому что, на самом деле... Потому что мне было 34 года, и моя мама очень боялась меня оставить дома одного. И поэтому она со своими подругами стала ходить на танцы, как бы, ну, брать там уроки танцев. И поэтому, как она не хотела меня оставлять с одного дома, она все время, пойдем со мной, сынок. Слушайте, ну, классно, у вас все так началось прям здорово. И с тех пор, вот с 4 лет, вы продолжаете танцевать. Это, да, да, да. Алина, а как у вас было? Ну, я, на самом деле, танцую с самого детства. Вас тоже мама затащила? Нет, меня не затащили. Меня в 4 года уже отдали, как бы, на хореографию, на балет. То есть я танцую всю жизнь, но, как бы, я человек по натуре очень серьезный. И когда я понимала уже, там, в шнад 17 лет, что профессиональную карьеру балерины я не хочу и уже познавато делать, потому что нужно было идти в хореографическое училище или что-то такое, и, как бы, этого я не сделала. И я искала для себя что-то, потому что без танца я жить просто не могу. И искала что-то, что бы соответствовало и моему сердцу, и душе, и физической подготовке. И вот как-то совершенно случайно я встретила занятие по фламенко. Начала я здесь, в Новосибирске, пришла на первые занятия. Мне очень понравилось, для меня было очень, как бы, сложно, что меня удивило, потому что я танцую всю жизнь. И потом, в этом же году, я поехала в Испанию на учебу. И там-то я и поняла, конечно, что в России не существует фламенко и ничего похожего, и что вообще это целая культура, это язык, это Испания, это нужно изучать абсолютно все. То есть просто уметь... То есть это не просто вот так руками сделать и все? Нет, это не просто сделать так руками, безусловно. Это очень глубокие знания и знания истории и, ну, всего-всего в комплексе. А как вы считаете, Алин, каждый ли человек может научиться? Или тут тоже должен быть характер? Безусловно, должен быть характер, безусловно, и очень сильный. Потому что я думаю, что если бы это была мягкая такая девушка, пушиночка такая вот, такая прям щу-сю-сю, то наверняка не получилось бы у нее танец страсти изображать вот это вот. Безусловно, нет, должна быть огромная сила воли, желание, все, все должно сложиться, все. А отличается все-таки подача, вот, ваша, да, в танце и Хуана Диего? Ну, безусловно, потому что я девушка, а он парень. Все-таки какие-то есть именно отличительные движения у вас и у мужчин, да? Ну, конечно. А можете показать, как понять, что вышла на сцену девушка, а вот это вот мужчина? Ну, я мужские движения могу сказать, например, женские, это всегда больше рук, это все более мягко, это больше каких-то щелчков, какие-то такие моменты, а мужские, это более сухие движения, больше ног, и, ну, как бы, немножко другое выражение, более мужественное. Слушайте, мне кажется, что одинаковое выражение лица и у мужчин, и у женщин в этот момент. Все они как-то так вот прям смотрят в одну точку и прям что-то хотят нам сказать, мол, сейчас, ну-ка, разойдите сейчас, я покажу вам всем руками. Ну, бывает по-разному. Ну, а бывает какой-то, не знаю, мягкий танец фламенко, мол, вот такой какой-то, знаете, романтичный, или всегда вот прям вот на напряжении? Ну, на самом деле, я как бы не знаю, где смотрели вы фламенко, но очень по-разному. Бывает и напряжение, и легкость, и улыбка, и во фламенко есть все. Слушайте, а поскольку вы танцуете вместе, как у вас проходят репетиции, если Хуан Диего находится не в России, а вы в России? Ну, вот на данный момент он как раз потому здесь и находится. Вы по скайпу не знаю там, прозвучиваете? Нет, конечно, нет, но, слава богу, нам позволяет наш уровень профессионализма договариваться на словах, потому что есть какие-то вещи базовые, которые мы знаем как профессиональные артисты. Вот, подождите, это интересно. То есть у вас, например, концерт 29-го числа. Вы звоните, слушай, давай вот это вот топ-топ-топ вот так, потом топ-топ-топ вот так, давай-давай. Вышли на сцену, бац-избацали, нет? Нет, есть профессиональные термины, есть, конечно, определенные ритмы. Мы договоримся, какое направление мы будем делать, потому что во фламенко существуют разные направления. А в остальном, по сути, это импровизация. Не считая вот тех номеров, которые, конечно, мы делаем совместно, для этого он сейчас и приехал, то есть мы что-то вместе готовим, пытаемся сделать какие-то кусочки хореографии. Но в целом, чем очень интересна фламенко, что он делается вживую. Вот на концерте мы до сих пор не знаем до конца, что там именно будет. И мы тоже не знаем, надо прийти и посмотреть. Мы с удовольствием придем, в общем-то, посмотрим на ваше выступление. Надеюсь, сделаете это и вы. Я напомню, что сегодня мы с вами говорили вместе с Алиной, с Хуаном Диего о фламенко. Спасибо, будем рады видеть вас на нашем концерте. До встречи. Хе-хе-хе-хе.